Сегодня день торжества православия. И в этот день мы вспоминаем последний, седьмой Вселенский собор, на котором провозгласили догмат об иконопочитании. Как сказано в Писании, семь громов прозвучат на небе. Таким образом, было завершено православное вероучение, выраженное на семи Вселенских соборах. Сегодня мы будем говорить об иконопочитании, потому что эта тема, этот вопрос обсуждался на Седьмом Вселенском соборе, который и был провозглашен как завершение исследования истины и подлинное торжество православной веры. А всем, в общем-то, известно, что те люди, которые отрицают святые иконы, они ссылаются на известные тексты Библии, где содержатся запреты на изготовление неких изображений. Чаще всего противники икон ссылаются на книгу «Исход», 20 глава, 4-й, 5-й стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Итак, здесь говорится о запрете на изготовление неких изображений. И противники икон считают, что это применимо по отношению к иконам, на которых и изображается то, что на небе вверху, и то, что на земле внизу. Но если бы они были бы правы, то одна часть Библии противоречила бы другой части Библии. Например, открываем третью книгу царей. А здесь есть текст, в котором рассказывается о построении Иерусалимского храма во дни царя Соломона. Это третья книга царств, шестая глава, двадцать девятый стих. И мы читаем. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Херувимы, где обитают? На небе. «И пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне». А дерева и цветы, где растут? На земле. Итак, мы видим, что в Иерусалимском храме, в храме царя Соломона были изображения и того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. Однако же, когда совершалось освящение этого храма, то Господь наполнил своим присутствием этот храм таким образом, что людям даже было сложно стоять в этом святом месте. В чем же тогда проблема с двадцатой главой книги «Исход»? Заповедь о кумирах надо читать не с четвертого, а с третьего стиха. Двадцатой главы. Где сказано «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». А далее говорится о том, что нельзя делать изображение этих богов. А боги языческого мира это на небе солнце, луна, звезды, на земле животные, скот присмыкающиеся. Таким образом, то истинного богопочитания в священных изображениях этот текст никакого отношения не имеет. И более того, вот мы открываем книгу «Исход» 31 глава с первого стиха по четвертый. Здесь говорится о том, что тот мастер, который во дне Моисея делал священные изображения, а изображения херувимов были на крышке ковчега, а потом завесы с киней были с этими изображениями. Этот мастер получил Духа Святаго для совершения этой ответственной работы. И мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Июдина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди». И надо прямо сказать, что в Священном Писании мы находим целую россыпь текстов, где говорится о священных изображениях, которые делались, в том числе по прямому божественному указанию. Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли иметь изображение того, что на небе вверху и того, что на земле внизу, мы с помощью Библии отвечаем, да, можно, и такие изображения были, и это не противоречило заповеди о кумирах или иных богах. Но здесь противники икон скажут нам, да, изображения были, но им никто не поклонялся. Это два разных вопроса. На первый вопрос, можно ли иметь изображение, того, что на небе вверху и того, что на земле внизу, мы уже ответили. Теперь мы переходим ко второму вопросу, можно ли было почитательно поклоняться этим изображениям. Для этого мы открываем с вами третью главу книги «Исход». Читаем с первого стиха по пятый, пятый стих ключевой. Моисей пас овец у Яфора, тестья своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал «Моисей, Моисей», он сказал «Вот я». Внимание, пятый стих. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Возникает вопрос, а почему земля стала святой? Что, разве изменился ее химический состав? Что можно ответить на этот вопрос? Обычно, когда я задаю этот вопрос неопротестантам, они отвечают так. Там присутствовал Господь, поэтому земля была святая. В этот момент я смотрю на их лакированные ботинки и говорю «Разувайтесь, Бог вездесущий». И вдогоночку цитирую им 138-й Псалом, 7-го стиха и ниже. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». «Бог вездесущий». Тогда возникает пауза, и я опять спрашиваю этих людей, почему земля стала святой. Ответ очевиден. Когда Господь видимым образом, явным образом, проявляет свое присутствие через посредство материи, происходит освящение самой этой материи. Например, храм был таким знаковым освященным местом, и псалмопевец Давид, 5-й псалом, 8-й стих, пишет, «А я по множеству милостей твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему». Таким же знаковым местом был Иерусалим, и в книге пророка Даниила мы читаем, что когда Даниил молился, он открывал окна на святой город Иерусалим, где, кстати, в то время храм был в разрушенном состоянии, и молился, совершал поклонение именно в этом направлении. Святым может быть не только храм, не только святой город, не только вот эта гора, хариф, на которой Господь беседовал с Моисеем, а святыми могут быть даже вещи, которые носили святые люди, и мы читаем об этом в книге «Деяния святых апостолов», 19 глава 11-12 стих, здесь сказано, «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Здесь мы видим, что платки опоясания с тела апостола Павла, они источали благодать. Причем в Библии рассказывается и о том, как мощи пророка Божия Элисея воскресили мертвого человека. Это 4 книга царств, 13 глава, 21 стих, и мы читаем, «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчища, погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Как мы видим, здесь многоразлично и многообразно действий в благодати, в том числе через посредства материальных объектов, через освещенные платки, мощи, угодников Божьих, даже тень апостолов, если исцеляла, как мы об этом читаем в книге «Деяния святых апостолов», это как раз чудо проявления благодати Божьей через святых людей и через то, с чем они соприкасались. Таким образом, почитая святые иконы, мы почитаем не вещество дерева или темперных красок, а мы почитаем тот первообраз, который постигаем через образ иконы. А как известно, первую икону создал сам Господь Бог, сотворив человека по образу своему. А образ по-гречески «икона» Таким образом, первый человек Адам был иконой Бога Отца. А, кстати, Христос Иисус, Сын Божий, являлся образом иконой Отца Небесного. Когда ученики однажды попросили Его «покажи нам Отца и нам довольна», Христос ответил «Сколько я с вами, и вы не видите, видевший меня видел и Отца». И каждый христианин — это икона Христа, в свою очередь, как сказано «Вы письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое». Таким образом, мы видим, что мир вообще иконографичен, и наличие священных изображений ни в коей мере не противоречит библейскому откровению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok